Сотрудникам полиции, обвиняемым в том, что подбросили наркотики задержанному, сегодня был вынесен приговор. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что при задержании полицейские избили задерживаемого Игоря Крайнова, проделали какие-то манипуляции с его карманом, а потом оттуда припонятых достали наркотики. О камере полицейские не знали, и после обнародования видеозаписи случился скандал. Их задержали. Своей вины они не признают. Вину полностью не признаем. Надеемся, что судья сегодня вынесет решение, которое возобновит уголовно преследование в отношении Крайнова за хранение им наркотических средств. Они приехали задерживать человека, принеся с собой 3 грамма наркотика. Каким образом я мог защищать свою свободу и честь? Никаким. Я лежал скованный лицом вниз в наручниках. Все трое утверждали, что я им угрожал, что я мог их порезать, достать из-за губы лезвия. При этом ни за какую губу мне никто не заглядывал. Мы посмотрели во все мои карманы, ничего там не нашли. В начале задержания он наутмыш ударил сотрудника полиции, который после этого упал. Потом он начал сразу убегать. То есть были предпоследствия к тому, что он окажет дальнейшее физическое сопротивление. Поэтому его догнали. Ну и все. И применили физическую силу в соответствии с законом полиции. Ну и более того, обстановка была, понимаете? То есть это производственные катакомбы, где освещения вообще не было. Там было темно, от него исходили угрозы. Применялась физическая сила в соответствии с законом полиции. А почему вы побежали, когда увидели полицейскую? Потому что людей в темноте, бегущих на тебя, не представляющихся и не показывающих удостоверения, должен бояться каждый. Это основное правило самообороны. Я просто попытался скрыться от угрозы, которую воспринимал реальной. И как видите, она оказалась реальной. Наркотические средства у него были изъяты, он в этом признался. Потому что они меня избили, подсунули мне наркотики в карман и продолжали угрожать и наносить мне удары в отделении полиции. На какую справедливость можно рассчитывать, когда с тобой на протяжении 8 часов присутствует тот человек, который пинал тебя ногами и засунул тебе в карман наркотики? У нас проведена видеотехническая экспертиза по данной записи, не установлено ее происхождение этой записи, когда она была создана, кем была создана, кем была записана эта видеозапись. Меня привезли на медосвидетельствование, опять со мной был этот сотрудник полиции. Как я могу указать на то, что у меня сломаны ребра этим человеком, когда он рядом стоит? Это всеядный наркоман, ранее раз три привлекался за хранение, не хранение, а употребление наркотических средств, дважды был лишен прав управления на автомобиле «Лексус». Да, оказалось, да, это административное правонарушение, да, я прошел по нему и оно уже погашено. Да, оказалось, пожалуйста, но не с мифедроном, который мне подкинули. Он причастен к наркоторговле, к наркотикам, то, что он в этом варился. Есть куча переговоров в телефонах, соответственно, и было пресечено сбыт наркотиков, то есть мы раскрывали особо тяжкое преступление, пытались пресечь сбыт наркотических средств. Пускай как хотят называть, мне без разницы. Суд определил меня как потерпевшего. Они полгода за мной следили, за полгода ничего не нашли, кроме того, чтобы приехать на задержание с тремя граммами наркотиков. Меня оправдали полностью по 228-й. Следствие по моему делу закончено, я не виновен. Мы хотели, чтобы был оправдательный проговор, но понимаем, что в суде первой инстанции это невозможно. Понимаем, что, скорее всего, будет обвинительный, но в итоге мы все равно выиграем это дело. Мы пойдем дальше, и мы будем добиваться оправдательного приговора. Потому что мы выполняли свою работу, и мы, Киркайнову, ничего не сделали. Признать Иванова Алексея Валерьевича, иного совершить наказание, лишение свободы на строк 3 года, 6 месяцев. Соколову окончательно определить наказание, 5 лет, лишение свободы. Признать Кострова Николая Валерьевича вину в совершении преступления. Окончательно назначить Кострова на наказание 5 лет лишения свободы. Цирк должен отменить. Будем надеяться на вышестоящие ответы. Опидаши, касаться. Мы же так и думаем, что так и будет. Я же вам уже об этом говорил. Будем надеяться, что Крайнов все же привлекут. Мпиляции нас услышат. Приговор судал закономерный. Я доказал все, что было фактически понятно с первого дня. Как видите, результат. Они называют меня наркозбытчиком, сидят в тюрьме. Кстати, кроме заключения в тюрьму, сотрудники полиции были также лишены офицерских званий.